МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Президент Беларуси просудил премии за духовное одраджение и специальные премии детям культуры и мастатства. У леку лауреатов Октябрьский районный дом Рамёствау. Новогодние подарунки от президента сёння уручили пациентам Гомельской областной детячей больницы. Самая гуманная работа. Сёння профессийное свято, означают работники социальной обороны. А зараз обгэты меньшим больш подрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии за духовное одраджение и специальные премии детям культуры и мастатства 2017 года. Отповедные указы керавник державы подписал 4-го студеня. Премиями за духовное одраджение отзначены працонные коллективы и працтойники религийных объединений за активную деятельность у гуманитарной сферы. Сирот лауреатов гэтой высокой узнагороды Беларусский союз жанчин. Запленную работу по умоцованию института семьи, ахове материнства и детинства, активную доброчинную деятельность. По выниках 2017 года присуджены таксама 10 специальных премий президента Беларуси дзеячам культуры и мастатства. Улику лауреатов – коллектив Октябрьского районного дома рамествов. Йон отзначены за укладу захаванне и популяризацию традиционных ткацких рамествов, активную выставочную деятельность. Прыкладная полгода застается до того моменту, как Гомельская областная детячая больница примет детей обновленной после масштабной реконструкции и будовництва. Работы на этом объекте особиста курирует президент краины Александр Лукашенко. Дарыша под его контролем не только якость будовництва, але и настрой маленьких пациентов, які вымушены рожство сустракать в больничных палатах. Каб поднять его, сегодня две сотни солодких подарунков от керавника державы доставили у областную детячую больницу. Детям их передали депутат Палаты представников национального схода Миколай Васильков, старшая областного совета депутатов Олег Борисенко, а так само начальник управления ховы здоровья Гомельского облывы канкама Игорь Баранов. Яны наведали маленьких пациентов, кардиологичного и лор-отделеннеу. Уручили им подарунки и пожадали худшейшого выздоровления. До речи, кроме того, больше за пау сотню развивающих гульня у адемя президента у гэтый день доставили у областный дом детяті, где сёння знаходяться больше, как 50 детей. В предверии Рождества мы должны помнить, что у нас за спинами будущее наши дети. И каждый ребёнок в эти праздничные дни должен получить подарок. А акция «Наши дети» это ещё раз подтверждает, что наша страна, наши руководители заботятся в первую очередь о детях. Конечно, праздники в больнице нам должны давно были сделать. Второй раз, первый раз заболела здесь, второй раз сегодня сделали нам операцию. Поэтому, конечно, очень приятно, что деток радует. Большое спасибо. Супрацовники Гомельской городской детячей поликлиники сёння отрымали калядные подарунки и специальное обсталевание для кормления малых. На передо дни Рожства установу наведал епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Под обязанностями Володая Олег Синсироу. Гомельская центральная городская детячая поликлиника самая молодая медицинская установка образного центра. Её официальное открытие отбылось всего около 4-х годов тому, как это дозволило значительно полепшись обслугованию детей и подлетков от разу 5 микрорайонов города. Сегодня поликлиника отповедает всем самым сучастным потребованиям и оснащена наинучшим обсталеванием. У нас есть всё необходимое оборудование, вся диагностическая база и мы можем оказывать весь комплекс услуг для наших деток. Также мы оказываем его и для иностранных деток на платной основе, что привозит нам пусть небольшую, но прибыль. Есть всё необходимое, мы очень этим гордимся и стараемся поддержать в хорошем состоянии, для того, чтобы как можно дольше наше оборудование прослужило и приносило диагностическую лечебную помощь нашим деткам. У адрознини от иншых медицинских установ города у Гомельской городской детячей поликлинице есть свои особливости. Ясченно стадо и проектование тут имкнулися продовлететь максимально комфортные умовы для батьков и их маленьких дятей, причем процесс оснащения покоев специальным обсталеванием притягивается и зараз. Одна з медприезду епископа Гомельского и Жлобинского Стефана вручение обсталевания, якое дозволить створить умовы для кормления детей в возрасте до двух годов. Некоторые маленькие пациенты проводят у поликлинице по некаких годин. Для их отпочинку необходимы особный покой. Подарунок епархии будет установлены у кабинета здорового детяти. Покой здорового детяти у поликлинице истнует 4 года. За месяц его наведывается больше 200 женщин. Тут можно не только отпочить с немовлятами, а и отрамать практически все виды неоподной консультации, как, например, правильно кормить детей и доглядать за ними. Наведывание епископом створенного при детячей поликлинице центра подлеток плановалось загадя. Открытый год тому у рамках суместного проекта Министерства Аховы Здоровья, Евросоюза и Организации Объединенных Наций спеших джон працуе у тесном супрационнице с Гомельской епархией. Куречки у их агольная задача это помочь подлеткам консультации по основам здорового рода життя, доматичные акции, экспресс-тестирование и научальные семинары. Тут можно отримать отказы на любые пытания, які хвалюють молодых людей. Тряху позднее подчас сустречи с коллективом поликлиники епископ Ломенский и Жлобинский Стефан, які назове себе духовным доктором, звернится до медицинских работников с пожеданием за все дарить людям надею на життя, теплоню и пяшчету. Это не залежить от взрослого ти веровы знания человека. Головно быть здоровым духовно, тады и здоровье физичное буде обовязково. Пожелать мира, добра, взаимопонимания, и чтобы в каждом сердце была любовь. Чтобы будет любовь в сердце, будет любовь между нами, и мы будем жить в мире. Ну и побольше улыбок, потому что улыбка – это настроение души человека. Пусть Господь хранит в добром здраве всех нам ноги, благая лето. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». А напереда не больше, как 200 детей из всей в области стали удельниками архиерейской елки. По традиции свято собрало их у Гомельским театры «Лялек». Сирот гостей – дети священников, сироты, дети с забмежаванными махчымостями, а так само выхованцы шмадетных и малозабеспеченных семьях. С пожаданиями до их звернулся епископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Затым дети стали глядачами и одночасово удельниками интерактивной театрализованной постановки. Актеры представили костюмированное шоу под назвой «У новогодние тыдни пригоды Ямели». Дети особисто удельничали у развития сюжета, разгадывали загадки, спевали песни и танцевали. Вядома, никто не застался без колядного подарунка. Здравствуйте, меня зовут Маша, я учусь в открытой школе с моими братиками. Их зовут Иван и Матвей. Я очень рада, что сегодня пришла на елку. С Новым годом! Меня зовут Татьяна, я пришла с двумя сыновьями, со мной сейчас Адриан. Наш папа работает в соборе, благодаря ему мы сегодня сюда пришли. Мы часто приходим в собор, причащаемся по воскресенью и деток причащаем. Усяго отбылись две доброчинные калядные елки. У выняку их гостями стали прикладно полтысячи дятей из усяго региона. До речи, в ближайшие дни пройдут и иншие доброчинные акции. У приватности на базе прихода храма преображения господнях у Гомеля для дятей будет организовано калядное представление. На его запрошены дети из не отдельных школ, детячих садков, выхованцы яких выучают курс православия. У Гомельской в области сформированы участковые выборчые комиссии по выборах у Мясовые советы депутатов 28-го скликанья. По водле информации областного выборка створены 1022 комиссии. У их состав увайшло около 10 тысяч человек. Больш как полов членов участковых выборкам представители громадских объединений и политических партий. Еще треть грамадяне, которые сами подали заявы. Остальные представители коллективов. Традиционно состав переважно дамы дамы заняли больше 76% мест при этом комиссиях больше 700 человек во взросе до 30 годов. У субботу 6-го студене отбудутся черговые промые телефонные линии. На пытань ниже хоро региона откажа намесник старшыни Абл Викан Кама Владимир Владимирович Гарбачоу. Звонки будуть приймать с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомелли 33 12 37. У той же самый час на промой телефонной линии буде и першы намесник старшыни Гомельска Гарбы Конкам Александр Иванович Сивакову. Номер телефона 33 09 59. Реализация социальных стандартов по гандлевым обслуговываниям насельництва и открытие крам кроковой доступности. Гомельский Абл СПЖУ Союз повеличивая колькость магазинов у сельской у Агроградку Урыцкая побывали наши корреспонденты. Гэты микрорайон з некальких шмат поверховок у Агрограду Урыцкая з'явился зусім недавно. Мясовая влада яшы навод недалей ему назву. Межтым сёня у гэтых домах проживаюць каля 600 человек. У основным гэты молодые семьи с детьми. З уликом того, что ближайшая крама знаходится прикладно у полутора километрах набыцё товаров навод першой необходности часто выкликала проблемы. Хлебная продукция и молочная это первая необходимость для них или ходить далеко туда в те магазины, а здесь ближайшие очень хорошо, что открыли и к празднику им тоже уже покупателей было очень много. На открытие новой крамы Аблспажу Союза запросили простойнюков Галяны зусей в области. По сути, гэты магазин узор того, як можно гандлявать у сучасных умовах плюс продукция уласной вытворчасті. Гэты таксамы дозволяя снижать цены. Менавіта гэты фактор зараз бадай Галуна, складаюча запотрабаванності крамы у мясцовага насильництва. Згэты нагоды постоянные акции по продаже продуктов по сниженных ценах. Абецаюць, будзе та неичему конкурентам. В этом предприятии представлено более 70 наименований продукции именно по сниженным ценам по акциям. Мы мониторим другие предприятия и стараемся, чтобы наши цены были ниже, чтобы нам шел покупатель. Управління Аблспажу Союза перакананы. Открыть окрам кроковой доступности повинна стать стратегичным накерунком. Тембольж, что минавіта по гэтым шляху сёня йдуть усе буйные гандлёвые сетки у тымлику у европейских мегаполісах. При постоянной занятості далёко не кожна дая перевагу супермаркетам, які часто знаходяться далёко от дома. При тым, что основные продукты харчавання потребны кожный день. Есть товары так называемые первые необходимости, когда человеку нужно купить буханку, хлеба, бутылку молока, пакет сахара, килограмм сахара и так далее. Когда за таким минимальным набором товаров нет необходимости ехать куда-то в какое-то крупное торговое предприятие, типа супермаркет или гипермаркет. Поэтому люди с удовольствием пользуются услугами таких небольших предприятий торговлей. Сегодня у Беларуси означают День работников социальной обороны. Они працуют на корыст пожилых людей, инвалидов, детей и семья, которые имеют потребу в допомозе. У Гомельской области в самой гуманной сфере працует больше, как 5 тысяч человек. В регионе функционуют 40 установ социального обслугования. В каждом районе есть территориальные центры социальных послуг. Самый популярный вид допомоги, оказание послуг на дому. Только у Гомелі социальные работники наведывают больше, как тысячу пожилых людей и инвалидов. У Калядную ночь с 6-го на 7-е студене громадский транспорт у Гомелі будет працавать до половы четвертой годины ночи. График протягнут для 4-х автобусных и 3-х троллейбусных маршрутов, я не обраны таким чином, как максимально связать практически все районы города. У приватности на маршруты выйдут автобусы номер 17, 12, 18А и 20. У Калядную ночь будут так само курсировать троллейбусы 5, 20 и 21. Калядная служба 7-го студене у Свято-Петропауловским кафедральным собором в Гомелі пройдет сурдоперокладом. Литургии означалиць епископ Гомельский Жлобинский Стяфан. Святочные службы сурдоперокладом для Гомельской епархии стали традицийными. Верники со слабым слыхом могут посповедаться на мове жестов и принять полновартосный удел у набаженствия. Гытая, так само инши новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресі www.tvrgomel.by Далі у ефіри «Де факта» і спортивний огляд. А я з вами розвітваюся. Усяго доброго і до нових зустріч у ефіри. Информационно-правовая программа «Де факта» продолжает ефір телеканала «Беларусь-4 Гомель» в студії Руслан Габрилев. Здравствуйте. Воспитатель, заведующий Светлогорским детским садом, уволены за допущенные нарушения. Напомним, 3 января из дошкольного учреждения образования сбежали трое детей – мальчики трех- и четырехлетнего возраста. Это действительно ЧП вопиющий случай и для всей отрасли образования для Гомельской области. В этот день было 7 детей в группе, дети собирались на прогулку. Эти трое мальчишек уже были одеты и пока воспитатель одевала остальных детей, мальчишки вышли за дверь. Воспитатель посчитала, что действительно дети ждут ее, пока она оденет остальных детей. Вахтер не остановила мальчиков, потому что они выходили из здания детсада вместе с родителями других детей. Женщина подумала, что взрослые их мамы и папы. В итоге юные путешественники прямиком отправились на вокзал. До объекта детсада всего 600 метров и сели в дизель-поезд. Примечательно, что никто из прохожих, кроме дежурного поезда, не обратил внимания на малолетних, которые находились без сопровождения взрослых. В жлобине детей встретила милиция и передала родителям. Министр образования Игорь Карпенко назвал случай вопиющим и подчеркнул, что это грубейшее нарушение педагогическими работниками своих должностных обязанностей. А в Гомеле накануне переполох вызвали дети, которые без присмотра взрослых в квартире на пятом этаже открыли окно и ходили по подоконнику. Неравнодушными к ситуации оказались воспитатели детского сада номер 130, которые случайно заметили странное поведение несовершеннолетних и вызвали спасателей. Работники МЧС прибыли на место ЧП через 4 минуты, пока одни сотрудники разворачивали под окнами куб жизни специальную подушку безопасности, другие возле двери квартиры отвлекали внимание детей и пытались контролировать ситуацию. Переполох вызвали 7-летние мальчики-близнецы. Они рассказали, где работает их мама. Женщины связались по телефону и до ее прибытия продолжали разговаривать с детьми через закрытые двери. Рассказали о том, что мать находится их не на работе, а старшая сестра 93-го года рождения, которая якобы должна их смотреть, ушла в этот момент в магазин. Хочется, наверное, нашим телезрителям в очередной раз сказать, что любое оставление детей без присмотра является чрезвычайной ситуацией. Дожди и теплая погода стали причиной аномалий в Гомельской области. В Петриковском, Житковичском и Рогачевском районах начался паводок, а в Чечерском в лесу выросли грибы. Фотографии с лисичками стали выкладывать интернет-пользователь из райцентра. Люди сообщают, что видели уже и подснежники, а в Светлогорске появились майские жуки. Фотографии с насекомыми активно обсуждают в интернете. Пользователи предложили переименовать майского жука в январского. Вот такие новости к этому часу. У меня все. Далее спортивное обозрение. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Накануне четырьмя матчами на льду Чижовка-Арена открылся 14-й рождественский турнир по хоккею среди любителей на приз президента Республики Беларусь. Сборная нашей страны стартовала с победы. Беларусы со счетом 12-7 были сильнее команды Объединенных Арабских Эмиратов. Уже в первом периоде хозяева льда отправили в ворота соперника шесть безответных шайб. Однако на старте заключительной третьей игры команда Эмиратов подобралась вплотную в счете 7-6. Беларусы не позволили сопернику переломить ход матча и победили. В других играх россияне без вариантов были сильнее сборной Балкам 19-1. Швейцарцы одолели китайцев 7-4. Чехи были сильнее шведов 19-3. Сегодня сборная Беларуси встречается с командой Китая. Финал рождественского турнира состоится 7-го января. Сегодня хоккейный клуб Гомель сыграет первый матч в 2018-м году. Рыси на своем льду встречаются со столичной юностью. Напомню, что двумя днями ранее команда Михаила Захарова гостила в Жлобине. Менчане с отсчетом 4-1 переиграли местный Металлург. Юность сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны в экстралиге Гомель на 4-м месте Металлург на 5-м. Мужская сборная Беларуси по гандболу продолжает подготовку к чемпионату Европы, который 12 января стартует в Хорватии. Сейчас наша команда находится в испанском городе Пантеведро. Беларусы принимают участие в 43-м традиционном международном турнире памяти Доминго Барсеноса. Соперники дружины Юрия Шевцова команды Аргентины, Испании и Польши. Сегодня беларусы играют с испанцами. На турнир в составе сборной отправились 17 гандболистов. Среди них и галкипер Гомеля Артем Подосинов. Турнир в Испании это последний этап подготовки к чемпионату Европы. В понедельник 8 января определятся полуфиналисты Кубка страны по мини-футболу. В этот день состоятся ответные поединки 1-4 финала. Напомню, чтобы представители нашего региона сыграли со своими соперниками в ничью. ВРЗ Дорожник 2-2, АБЧ Столица 3-3. Если гомельским командам удастся отдалить своих противников, то в полуфинале нас ожидает гомельское дерби. Эта стадия также состоит из двух матчей. Они запланированы на 21 и 24 января. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.